Теперь об этих и других новостях подробнее. Состоялось второе, но уже более масштабное совещание по вопросу перехода на электронные больничные. Подробнее об этом в нашем сюжете. Переход от привычных нам бумажных больничных к электронным начался еще с 1 июля 2017 года. Тогда вышел приказ Фонда социального страхования Российской Федерации о переходе на оформление листка нетрудоспособности в форме электронного документа. С тех пор в каждом регионе нашей страны ведется большая работа. Тем не менее, наш муниципалитет так и не перешел полностью на электронные больничные. Чтобы выявить, с чем это связано, Наталья Паншина организовала большое совещание с руководителями предприятий, организаций, индивидуальными предпринимателями, руководителями учреждений здравоохранения и Фонда социального страхования. 10 всего листов нетрудоспособности в электронном виде, вы понимаете, в то время как в других муниципалитетах уже десятками-десятками тысяч выписываются электронные больничные листы. Я не понимаю, в чем дело. Кому что непонятно. Наталья, значит, за что у нее все готово, практически уже на каждом столе у каждого врача уже готова вся, как говорится, техника и программы. Поэтому давайте работать как-то вместе. Большая просьба к руководителям предприятий, организациям, учреждениям, очень серьезно отнестись к этому вопросу. И я еще раз повторяю, что времени не так уж много. Печорский район до сих пор остается на последнем месте по количеству оформленных больничных в электронном виде. Наталья Николаевна отметила, что необходимо активизировать работу по переходу на электронные листки нетрудоспособности. Ведь с 1 января 2020 года абсолютно все регионы должны будут работать по новой системе. В республике Коми всего лишь выдано 22 тысячи электронных листков нетрудоспособности. Как в целом по Российской Федерации выдано уже более 2,5 миллионов листков нетрудоспособности. Наша республика Коми на 34 месте в целом по регионам России. Электронный листок нетрудоспособности, введенный в обращении на территории Российской Федерации чуть более года назад, имеет такую же юридическую силу, как и в электронном виде. Поэтому отказы работодателей в приеме и оплате по электронному листку вашим сотрудникам неправомерны. При предъявлении вашим сотрудникам листка в электронном виде, в соответствии со статьями 22.183 Трудового кодекса Российской Федерации, у работодателя возникает обязанность по выплате работнику пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законодательством. Формируется и хранится электронный листок нетрудоспособности на информационном ресурсе Фонда социального страхования – кабинетс.фсс.ру. Доступ к ресурсу имеют все. Войти на сайт и увидеть свой больничный листок можно через личный кабинет на сайте, который вы видите на своем экране. Несмотря на все преимущества электронного больничного, ни предприятия, ни медицинские учреждения не готовы отказаться от бумажного аналога. Электронная версия по умолчанию проходит форматно-логический контроль. То есть в случае, если вы работодатель при заполнении третьего раздела листка нетрудоспособности, не заполните какую-то информацию, программа не позволит направить данный больничный лист к функциональному страхованию. То есть дополнительно вам еще дается время для проверки той информации, которую вы запомнили. И прибавьте к этому, безусловно, экономию средств функционального страхования. На изготовление, на транспортировку и на хранение больничных листов на бумажных носителях. И, конечно, высвобожденные средства можно будет уже переспределить на решение каких-то других социальных задач. В ходе совещания всем присутствующим напомнили, что работа по переходу от бумажных листков нетрудоспособности к электронным должна продолжаться, но в более активном режиме. Также на совещании обсудили вопросы диспансеризации населения в 2018 году и иммунизации населения против гриппа.